Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. Меня зовут Роман Шахов, рядом Лиза Калинина и наши гости. Друзья, мы с радостью представляем нашего эксперта сегодняшнего. В гостях у нас находится основатель и руководитель компании Шерпес Про, основатель и координатор проекта РУ Дженерейшн с теорией поколения в России. В общем, очень много регалий. Евгения Шамис у нас в гостях. Евгения, здравствуйте! Спасибо огромное, что вы пришли к нам. У нас такой ликбез сегодня. Давайте. И для нас, и для нашей аудитории. Вот будем говорить о теории поколения как таковой. Ну давайте, только нужно прямо сразу помнить, что это не теория, хотя мы так её называем. Это инструментарий и подход, который позволяет лучше взаимодействовать, лучше получать какие-то результаты с самыми разными людьми. Вы знаете, он экономит нервы, время, деньги. Это правда. У нас одна из семей, такая уже достаточно взрослая. Родители были на бизнес-мероприятии, и с ними была их дочка. И дочка поколения Миллениум. И она сказала, говорит, мы после этого дома, раньше в ситуациях, в которых бы раньше ругались, говорим теперь, а, ну что с неё взять? Она Миллениум. И она говорит, что у них освободилось около 40% времени, они даже не ожидали, сколько тратим мы на вот такое, знаете, выяснение отношений, попытки разобраться. В общем, отцы и дети. Продолжение истории. Ну, не совсем отцы и дети. Здесь, я бы сказала, всё-таки поколения, ну вот классическая теория поколений, это не просто история отцов и детей, это история нашего детства. Миллениумы — это до 2003-го кто, да? Миллениумы — это дети, которые родились с 1985 по 2003 год. Мы их называем так, потому что они родились в прошлом тысячелетии, а закончили школу в новом тысячелетии. Они чувствуют себя, вы знаете, как поколения более продвинутые, более яркие, которые более современные. Сейчас цифровое поколение посмеялось над ними, да? Ну, они, между прочим, цифровое поколение, оно не очень смеётся, оно серьёзно подходит. Где вы? Я специально серьёзно сказала, к науке, к искусству, то есть они не будут смеяться, они просто посмотрят на всех, на нас. Это те, кто после 2003-го. Это 2004-й, и примерно мы ожидаем окончания этого поколения, 2023-2024-й. Вы могли их слышать название Z, но правильнее говорить не Z, все названия поколений имеют смысл, а правильнее говорить два у них названия пока. Хоумлендеры, от слова «хоум» по-английски, и «ленд» — земля, домоседы. Поколение, которое огромное количество проводит времени с родителями. А другое название... Нет, 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 под присмотром, понимаете? Это вот наши стереотипы, они, мы всё время за ними следим. То есть мы их не выпускаем, одни гуляют на улицу. Ну да, во дворах они уже не гуляют. Если они гуляют во дворах, то там есть кто-то из взрослых. Да, да, да. И мы присматриваем. Это везде так? Понятно, что в больших городах, но в маленьких до сих пор... Так же, так же, так же. Ну, исключения составят вот в подходе. Это удалённые сёла, деревни, где нет интернета, и где семья живёт все вместе несколько поколений. И нужно чуть аккуратнее относиться. Будут такие же ценности, но немножко другая приоритизация. У богемы, элиты. Ну а так мы все будем... Всё равно там будут те же ценности работать. Как интересно. Как же вот взаимодействовать? Где вот эти точки соприкосновения с этими поколениями? Давайте я вам лучше объясню. Сначала очень такой маленький, раз вы сказали, ликбез. Откуда они берутся? Давайте, конечно. Потому что, если ты это понимаешь, то легче догадаться, как взаимодействовать. Значит, меня недавно спросили. Говорят, слушайте, а отчего миллениумы не могут там что-то делать? А мы можем это поменять? Я говорю, а как мы детство поменяем? Поколенческие ценности, они закладываются... Вот ребёнок только родился от нуля до 10-12 лет. То есть дальше начинается подростковый возраст, и каждый из нас становится личностью. А до этого нет. Вот что со мной происходит, становится моими стратегиями успеха, моими стратегиями действий. И вот в зависимости от того, что дети видели, а это всего 4 фактора, которые формируют поколенческие ценности. Смотрите, это события, которые происходят в обществе. Второе, это как в обществе считают, нужно воспитывать в этот момент. Какие тенденции, да, сейчас? Да, но есть, знаете, как привычки. Ну, например, упомянутые поколения миллениумы, все родители в неанглоязычных странах в их детстве знали, что английский им нужен. Вот будет английский, будет больше счастья. А сейчас мы нынешних детей, английский это по умолчанию, мы его даже не обсуждаем, мы говорим гораздо больше в числе языков. Третий фактор, это информационные сообщения. Ну, например, вы как телевидение, радио, интернет, плакаты, которые на улицах городов. Ну и последнее, это то, чего поколению не хватает, то, что стало дефицитом. Кстати, можно, поделюсь приятным, вот последний фактор про то, что стало дефицитом, это как раз вклад нашего проекта Root Generations в мировое развитие теории поколений. Потому что автора называли три, а мы вот сюда добавили. Класс. Что не хватает детям, которые сейчас хоумлендеры, что... А вы сами как считаете? Ну, наверное, общение. Однозначно. Но у них ключевые вещи, которым не хватает, это живое общение. Потому что у них очень много гаджетов, и это не проблема. А то, чего у тебя много, не становится ценностью. А вот живое общение и с родителями, и со сверстниками, это огромная ценность. Но у них еще есть один дефицит, называется автономность. Автономность — это когда я могу делать свои ошибки, сама или сам, и рядом не будет взрослых. Слишком долго за руку ведут их, да? Инфантильные немножко. Нет, погодите, нет, 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 они вообще не инфантильные. Это просто другие условия. Это, вы знаете, как мы вешаем сразу клеймо и стереотипы, потому что нам кажется... Нет, это не про инфантильность ни разу. Это про то, что просто мы их так со всех сторонам предлагаем другие решения, что они меньше ошибаются. То есть, ну вот, например, Роман, в вашем поколении у нас с вами было детство, в котором мы могли гулять вообще где хочешь. Х-поколение, да? Да, мы с вами. Конечно, да. И вот мы когда работаем на разных воркшопах, или я выступаю, разговариваю с людьми, у нас есть ситикласси, мероприятия, вот мы запустили городские лектории. Да, я потом расскажу, что мы обнаружили интересного. То поколение Х, вот когда спрашиваешь, где вы гуляли? Ответ? Везде. Да везде, да. Вот видите, я не подсказывала, он сам сказал. А поколение вот хомлендеров, или еще их называют поколение национальной безопасности, мы их не выпускаем. Понимаете, мы их не выпускаем, несмотря на то, что, казалось бы, мир безопаснее, но есть какие-то, знаете, сообщения, что это не надо делать. Приняли даже законы в ряде стран, что нельзя это делать. В школах ругаются. МЧС смс-ку прислал, что гроза, да. Да, потом в школах, ты в третьем классе не приводишь ребенка в школу, школа возмущается, говорит, ну родитель должен довезти, забрать. Представляете, в нашем третьем классе, да какой третий, первый, ты все там, что хочешь делал. И вот просто они получаются все время, знаете, окружены взрослыми все время. А если ты окружен взрослыми, где ты можешь, о, сейчас скажу ярко, лыжануться? Вот им нужно делать, не просто делать ошибки, а всем поколениям нужно лыжануться много раз. Потому что ты не... Для опыта надо, но оправданно. А тут возникает еще одна интересная история. Поколение Х, оно, это те, кто, поколение Х называется так, потому что уникальные, ни на кого не похожие. Это те, кто родился с 64-го по 84-й годы. А, нет. Уже миллениум. Я думаю, что вы можете на стыке, или на стыке вы можете быть. А, ну так, миллениум. Прекрасный миллениум. Так вот, у родителей поколения Х, например, есть ценность профессионализма. А ценность профессионализма ты не можешь отключить в чем-то одном. Ну, ты профессионал на работе, но дома-то ты тоже профессионал. И что делают родители поколения Х? Они берут и суперпрофессионально подходят по всем вопросам к воспитанию ребенка. Анализ чего умеет ребенок? Профессионально. И кайфуют же. Это же такое классно. Ну, представьте, я отправила супердиагностику, и мама, и папа наслаждаются остановить. Я подобрал суперпрограммы, где ребенок может поучиться. Я горжусь. Я там протестировала учителей. И получается, это хороший посыл. Но где ошибаться-то в этом? И также, может быть, какой-то плацдарм сделать, чтобы дети специально ошибались? Ну, вы чувствуете, опять, мы высоко профессионально думаем об этой безопасной зоны. Ну, не обязательно здесь даже... Оржевая какая-то. Ну, наш совет, ну, знаете как, это очень сложно себя здесь отпустить. Ну, реально, вот, брать жену, мужа за руку и говорить так. Мы высоко профессионально даем нашим детям ошибиться. И вот сидеть и держать, знаете как это... Это не то, что будет медитация. До медитации нужно потренироваться. Это так все сосредоточились. Но правда сложно же. Вот ценность, она работает так. То есть ты ее не можешь... Когда ты нарушаешь тебя, все внутри кричит, ты плохой человек. И вот поэтому так и получается. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях основатель и координатор проекта «Рудженерейшнс. Теория поколений в России» Евгения Шамис. Женя, еще раз здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Расскажите, пожалуйста, вот у нас сейчас самое новое поколение, поколение хоумлендеры. И вы сказали поколение национальной безопасности. Ну да, вот я вам уже объяснила... Супершпионы. Кто это? Агенты 07. Нет, не совсем. Как раз фильм это про супершпионов вот на... На моем поколении. На Ирининном поколении. На Лизе Лизе. На Лизе, да. На Лизе, да. На Лизе, да. А здесь нет, там другая история. Смотрите, хоумлендеров, я объяснила, почему такое название. Это название пока предложили наши американские коллеги. Поколение национальной безопасности предложил наш проект True Generations, потому что сейчас беспрецедентное число диалогов про безопасность в мире в самых разных странах. И очень интересно, они не говорят про опасность. То есть слово «дэнджи» не звучит. Везде звучит «безопасность», что по-английски, например, «сейфити» или «секьюрити», но мы не говорим про опасность. Это вот очень интересно. И очень много, знаете, как и сообщений, много того, что мы делаем для этой безопасности с точки зрения правил, с точки зрения, например, защиты, в которой дети катаются на самокатах и на велосипедах. И мы... Это прям тема очень яркая. И говорится про неё очень мощно. И говорится про неё очень мощно государствами. То есть и государствами, и компаниями. Но это такие большие компании, которые всех волнуют. Ну, например, безопасность сети, безопасность на дороге, безопасность на железной дороге, безопасность в школе, безопасность в садике. У нас вот садик — это, конечно, мой хит. Представляете, мы сейчас в садик, мы детей запускаем по пропускам в садик. То есть вот... И это всё очень серьёзно. Мы знаем случаи, когда нам говорят, что ребёнка на самокате не пускают в садик. Потому что, говорят, небезопасно. Ну, то есть, несмотря на то, что он в защите, там... То есть пошло вот это название. Да. Но на самом деле мы все ждём, какое в самом поколении выберет название. Потому что название... Пока детки маленькие, а вот они станут постарше, годам 30, они нам скажут, что им нравится. Потому что поколение Х, название поколения ужасно. Они там наслаждаются, что они такие уникальные. Люди Х, да. Да. Поколение Миллениум — это тоже такие продвинутые. Уже видно, что всё в мире, всем нравится. И поколение прям наслаждается. Правильнее говорить, Миллениумы, а не Игреки. Но вот здесь вот Z, ну, вот совсем черновое неправильно. А вот из этих двух, скорее, может, и появится и третье. Ну, Digital, может быть, как они назовутся. Гаджеты. Понимаете, Digital для них среда. То есть это не является такой ценностью. Ценностью будет то, чего не хватает, или во что они вкладываются. Они пойдут в науку, они пойдут в искусство, они пойдут в дизайн, архитектуру. 29 июня как раз состоится ваша лекция, мастер-класс, который называется «Поколение Миллениум. Любовь и дружба. Чего ищет поколение?» О, да. Давайте несколько об этом. Всё это в сети-классе. Да, в сети-классе. 85-2003 год рождения — это Миллениум. Вот как раз про них пойдёт разговор. У нас вообще в сети-классе этот месяц и в августе мы будем говорить очень много про миллениумов. И вот мы уже говорили про карьерные траектории миллениумов. То есть мы берём, знаете, как поколение и потихонечку где-то там разбираемся. То есть это такой полусеминар, полуоткрытый разговор. И мы здесь очень много рисуем, много объясняем остальным поколениям, что на самом деле, кто думает. И я могу сказать мои впечатления, но, во-первых, ты не можешь никогда придумать, что нарисует другое поколение. Вот даже я занимаюсь. 16 лет назад я основала проект. Наш сайт стал крупнейшим, русскоязычный сайт стал крупнейшим в мире. Но кажется, я знаю много. Знаю. Но они рисуют, и ты так — о! Удивляетесь ещё. А это откуда берётся? Ну, мне кажется, это большое наслаждение. Почему решили говорить про любовь, дружбу, отношения? Потому что эти темы важны для всех. И это есть часть нашей жизни, которая связана с работой, а есть часть, которая связана, конечно, с тем, как мы выстраиваем взаимодействие с самыми разными людьми. И все мы хотим быть счастливыми, правда? Ну и вот когда у тебя твой партнёр, друг или кто-то, он относится к этому поколению, лучше понимать, какие есть правильные модели, сценарии, действия. Ну, мы только первый раз будем обсуждать эту тему, мне само очень интересно. Ну, например, когда нам миллениумы говорили, они говорят, ну вот смотри, лайки ставят, они пишут, ну типа, что я нравлюсь, а вроде как у меня ощущение, вот он что-то там делает. А как инициативу? Или мы обнаружили вот вопрос, которым я очень хочу поразбираться. Мы обнаружили опять зависть. Она исчезала на достаточно большое время. Вот у нас есть две книжки, которые мы написали. Я одну вам, кстати, принесла в подарок. Об этом, друзья, давайте мы поговорим чуть позже. Евгения, сделаем небольшую паузу, друзья, дождитесь, мы вернёмся. Лучшее в стране на телерадио-канале «Страна-ФМ». Ещё раз всех приветствуем. Лиза Калинина, Роман Шаха в студии. И в гостях у нас сегодня основатели и руководители компании «Шерпэс Про», основатели и координатор проекта «Рудженерейшнс» Евгения Шамис. Мы остановились на том, что всех, во-первых, приглашаем 29 июня в сети-класс. Там состоится лекция, мастер-класс, правильно, наверное, назвать. Вы знаете, как открытый разговор. Открытый разговор, который называется «Поколение Миллениум». Это с 85-го года рождения по 2003-й. Любовь и дружба. И отношения. И отношения. Чего ждёт, чего ищет это поколение? Мы как раз начали тезисно об этом говорить. Я стала говорить то, что мы, например, обнаружили опять появление зависти. У Миллениума. У Миллениума, по которым они нам стали говорить. Про зависть в дружбе. Ну вот разговор про зависть мы слышали. Вот я вам подарила одну книжку про поколение Х. У поколения Х, которая выросла на улице, особо зависти нет. Ну потому что чему завидовать на улице? Все одинаковые. Вот это было детство. А вот про зависть нам до этого говорило поколение бэби-бумеры. Причём, знаете, такую социально одобряемую зависть, что в их детстве хорошем... Это послевоенные дети, да? Да, что в их детстве, те, кто рос в 50-е годы, было принято завидовать тем, кто добился успеха. Ну вот не то, что там вот по плохому завидовать, но завидовать. Вот это вот правильно. И сейчас вдруг мы опять услышали разговор про зависть. Мне очень интересно в нём разобраться. Ну причём зависть в дружбе. Ну вот пример истории, которые нам рассказали. То есть мне тоже хочется понять, что происходит. Говорит, ну вот дружили, потом кто-то добивается успеха, человек начинает, второй начинает завидовать и становится из друга вообще не другом. Это свойственно миллениумам, да? Не знаю. Вот они нам начали рассказывать какие-то такие истории. Мы начали рассказывать. Миллениумы обозначили. Да, они обозначили пока эту тему, и мы хотим поразбираться. Есть, я вам хочу сказать, да. И потом как-то вот дружба... Ну вот расходятся люди, если разные социальные статусы. Ценности меняются. У нас в поколении X, знаете как, Лиза? У нас в поколении X, вот если твой друг куда-то вырос, так замечательно. Помоги! Не, 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 не. У тебя с этим другом вырос твой круг общения, там всё в порядке. То есть это не становится причиной зависти в дружбе, потому что у дружбы для нас другие корни. Ну вот интересно разобраться. Ну вот смотрите, дружба для всех важна, любовь для всех важна. И я вообще хочу сделать такую вещь, я хочу сделать серию таких вот открытых разговоров со всеми поколениями, чтобы можно было социально поподглядывать. Ну потому что у каждого поколения есть свои какие-то фишки, находки, какие-то... Открытия. Хайлайты. Конечно, чтобы брать на заметку. И посмотреть, да, что подойдёт для тебя, потому что мы же все ищем, как для нас правильно. А ещё я вам обещала сказать, что мы обнаружили с этими семинарами в сети-классе, мы обнаружили, что нам ужасно в городе, не хватает мест, где мы встречаемся и разговариваем друг с другом. А хорошее место для жизни — это место, где мы доверяем. И тебе нужно разговаривать не только про политику, там, бизнес или ещё что-то. Тебе нужно разговаривать друг про друга. Раньше были кухни. Сейчас что с этим? Ну вот у нас появились кафе, наверное, куда мы ходим. Но вот вопрос, разговариваем ли мы друг про друга в этот момент. И я не говорю, что мы там все в гаджетах. Но я говорю... Дело не в этом, да? Не в этом. Мне кажется, вот просто... Какая-то закрытость, неловкость? Нет, мест нет. У тебя нужны места, где это может происходить. Чтобы открыться. Ну, условно говоря, где у нас появятся там звёзды. И срочно мы там сели, и все говорим по душам. Ну, то есть что-то, ну, массово это люди должны делать. А мне кажется, поэтому люди стали путешествовать вместе, потому что расслабляет отдых. Слушайте, вариант, вариант, вариант. Вот совместные, когда люди ещё подбираются по духу близкие. И ведь ищем сейчас, то есть ты можешь не всегда поехать только с друзьями. У нас есть новые форматы, ты можешь поехать просто... С единомышленниками, с единомышленниками, с... Как лагеря такие, в хорошем смысле слова. Ну, как туры по интересам, что ли. Да, что-то такое появилось, и где-то прям мы находим себе другие форматы, где поговорить. Вот мы создали ещё один, участвуем в этом формате, и это, конечно, здорово. Но мне хочется, вот я прямо вижу, насколько запрос на тему гигантский. То есть люди приходят. У нас, например, после того, как пришла представитель поколения Baby Boomer, это те, кто родился с 44 по 63 года. Да. И вот женщина сидела, она пришла на семинар про иксов. Такой вот. По поводу детей там, да, что-то? Нет, про нас прекрасных. Ну, это её дети, они уже взрослые. Ну, вот я и говорю, да. И она послушала, и потом увидела, как иксы там вот вместе взаимодействуют. И говорит, слушайте, я поняла, что когда мой тесть говорит мне, что вот это любимые тапочки тёщеньки, он в этот момент не издевается, а просто радуется и пытается сделать нам всем приятное, потому что работает ценность поколения такая, как стёк. То есть смотрите, цель вот выучить, так скажем, изучить какие-то тезисы, да, какие-то вводные, про другие поколения, это чтобы облегчить общение, чтобы ушли вот эти вот границы. Цель разобраться с собой. Да, 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 в том числе, но самая главная цель – это вот разобраться с собой. Потому что мы же делаем ошибки, мы действуем определённым образом. У нас есть для этого ценности. В конце концов, получается, что вы решаете проблему отцов и детей? Ну, и бабушек, дедушек, и прабабушек, и дедушек. Я уж так выразился фигурально. Ну, смотрите, в основном мы работаем, вот если не говорить про сити-класс, мы работаем с бизнесом. И там как-то не совсем проблемы отцов и детей, а проблемы хорошего управления, хорошей стратегии, хороших продуктов и сервисов. Но да, здесь, конечно, везде есть параллели, они касаются нас. Евгения, про книжку несколько слов. Можно ли её где-то приобрести? О, конечно, «Необыкновенный икс». Вот у нас такая книга. У нас есть две книжки. Зелёненькая, она называется «Теория поколений. Необыкновенный икс», потому что иксы уникальны. Какая-то. Вторая книжка у нас называется «Теория поколений. Стратегия бэби-бумеров», потому что бэби-бумеры, они выросли во время, когда можно было надолго планировать. И все эти книжки, они продаются в книжных магазинах, а их издало издательство «Синергия», университет «Синергия». Они есть, соответственно, у них. Можно электронно купить, можно на «Азоне» купить. И вот книжка про иксов есть ещё в «Литресе». Можно скачать. Но я честно скажу, мы уже увидели... Она такой, как справочник. И у нас была история, нам рассказывал один из руководителей, говорит, я открыла книжку, сделала сначала как умная, профессионально, как поколение «Икс», сделала все ошибки, открыла книжку про бэби-бумеров, и, говорит, сижу и с ней корректирую речь, которую я должна там сказать. Муж заходит и говорит, а ты что делаешь? У тебя книжка-то как учебник лежит. Он говорит, ну да, методичка. Я сижу, вписываю слова и смотрю, какие ошибки сделать не надо. Отправила подготовленную речь. Руководитель звонит, говорит, давно не получала такого удовольствия. Хорошая речь. Поэтому, ну вот, есть электронная и такая бумажная версия, но вот бумажная живет очень хорошо. Это, кстати, к вопросу, я никогда... Я думала, что и сейчас бумажная литература умирает, нет. Да нет, конечно. Когда родится книга про миллениумов? Пишем. Прямо в этом году пишем. Да, вот очень интересно. Пишем, пишем. Про себя любименьких узнать. Смотрите, мы ждали, мы тянули достаточно долго, потому что нам нужны дополнительные года, когда миллениумы, знаете, как в силе, когда они проявляют свои ценности. Ну вот в этом году пишем, и поэтому нам нужна будет помощь. Приходите к нам, и на вот сети-класс. Мы потому что вот эти все материалы будем говорить. Я буду делать у себя опросы и в Инстаграме, и в Фейсбуке. У нас есть группа, страница в Фейсбуке Road Generation Theory поколения в России. Потому что, ну как, знаете, с другим поколением, это как другая цивилизация, как другая вселенная. Пока миллениумы могут изучать другие поколения, чтобы легче общаться. Ну да, ну а сейчас приходите, я буду писать там вопросы. Очень помогут ответы, потому что, ну вот, ты не знаешь. У нас, например, в книжке про иксов и книжке про бэби-бумеров есть последняя часть, называется «Ценности по-другому». Мы обнаружили на иксах, как сильно на нас влияют песни, которые слышал ребенок, и как слова и фразы из фильма. И это поразительно. То есть только на поколение икс. А поколение бэби-бумера оказалось поющее поколение. Да вы что? Да, они нам вот сказали, если в нашем... Вот как мы понимали, что нужно что-то сделать. Пахмутова писала песню. Малая земля. Все понимали, это важно, и шли делать. Ну, для икса уже этой модели не было. Надежда мой компас земной, ну конечно. Ну, это для них. А для нас мы уже любили постебаться. Ну, например, а хотите, вы стукну, он станет фиолетовым в крапинку. Ну, да, наверное, да. Я просто думаю, когда создавался этот мультфильм, кто, в каком поколении люди его создавали? Ну, нам не важно, кто его создал. Нам важно, кто его увидел детьми. То есть, потому что кто его воспринял в этот момент, или накапайте мне, сколько там капель валерьянки? 40 капель. Я же просил 40. А не 42, да. Друзья, сделаем небольшую паузу, пока вы посмотрите «Тайну третьей планеты». Не успеете, дождитесь окончания нашей программы. Евгения Шамис, Павриежнева, в гостях по телерадиоканалу «Страна ФМ». Люди всех поколений смотрят, слушают нас, потому что это интересно. Да, я думала, скажете, объединяйтесь. Объединяйтесь. Ну, конечно, благодаря вам, да. Мы сейчас разбираем разницу именно между поколениями. Да. А вот есть ли эта разница, допустим, внутри разных стран? Ну, например, люди одного поколения, но один вырос в Германии, другой в России, третий где-то еще. Или принцип один не имеет значения? Смотрите, ментальность стран будет разная. Но поколенческие ценности будут очень похожи, потому что основой поколенческих ценностей являются экономические циклы развития и технологические циклы развития. И мы в них живем, знаете, как всем миром. Мы вот в них там идем, у нас там что-то появляется, что-то исчезает. И поэтому я могу сказать, когда первый раз мы столкнулись с японцами, я вела по бережливому производству, и вот они подбегают и начинают рассказывать истории, как у нас. Я на них смотрю, говорю, ну нет, вы страна с роботами, у вас все должно быть другое. Приведите пример, Евгения. Я не помню уже этих историй, или, ну, пример такой, из другого периода кажется, что Советский Союз, США были такие, две страны антагониста. Но у нас была в момент, когда мы адаптировали теорию поколений для наших условий, у нас была внутренняя шутка, что всех, например, кто занимался пиаром, пропагандой в двух странах, готовили в одном университете, а потом на выпуске говорили, так, выбирай место работы, хочешь СССР, хочешь США. Одни и те же слова, одни и те же какие-то, знаете, посылы. И это парадоксально, вот, наверное, чему мы научились, ну, вот, как ключевая команда проекта, мы научились не пытаться быть умнее и объяснить все, потому что, ну, вот некоторые вещи, вот они так происходят. Смотрите, какую рекомендацию нашей аудитории мы можем дать? То есть, в принципе, чтобы улучшить взаимодействие и общение между друг другом, я имею в виду поколение, это изучать информацию. То есть, когда ты знаешь, владеешь информацией, ты владеешь миром, ну, здесь это подходит. Первая рекомендация, разберитесь в себе, потому что мы делаем одни и те же ошибки, это я серьезно, то есть, это важнее, чем разобраться в другом, потому что мы будем наступать на те же самые грабли, мы будем делать те же самые ошибки. То есть, про свое поколение, вот, в данном контексте. Можно понять, где мы, как поколение, что для нас важно, что мы делаем. Рекомендую прочитать книжки, либо послушать на сайте у нас root generations, там есть разделы видео, или вот почитать статьи. Потому что, знаете, в чем сложность? Если поколенческая ценность проявляется мгновенно, то есть, не дай бог я на нее наступлю, вы ее сразу же проявите. Но если я попрошу вас назвать ее, например, это будет очень сложно. Поэтому вот у нас такие подсказки, шпаргалки. То есть, опытным путем. Опытным путем, рисованием, описанием, там, ну, у нас всегда очень весело, когда рисуют, потому что все в какой-то момент начинают хохотать. Ну, например, и это не касается, это, вы знаете, не про глупость другого поколения, это именно вот всегда про другой мир. Хотя, кто не знает, воспринимает это как глупость, если не владеет этой информацией. Однозначно, однозначно, то есть, тебе кажется это не просто глупо, тебе кажется тупо. Ну, то есть, вот, ну, как можно, вроде нормальный человек, а вот здесь какой-то кошмар. Нет, это не глупо, это просто очень четко в другой модели. У нас была, ну, вот я вам рассказала про профессионализм иксов родителей. У нас была, у нас есть семинары, когда мы делаем в сити-классе дети, подростки, вернее, подростки и родители. И мы делаем там несколько семинаров, на каких-то рассказываем про родителей, на каких-то рассказываем про подростков, и вот они вместе сидят, там разбираются. И вот рассказывали мы про иксов, и сидит мальчик 11 лет. Ну, то есть, он вот прямо такой хомлендер, там постарше остальные были в районе 14-15, они еще что-то могли противопоставить иксам. Ну, иксы как поколение профессиональное, ну, сильно профессиональное. И вот этот мальчик говорит, ну, вот уже конец семинара, такого разговора нашего, он говорит, слушайте, вот я хочу спросить, что мне делать? Меня папа все время заставляет решать задачу тремя способами. Я говорю, ну, ты же понимаешь, вот я только что рассказывала про профессиональную, он говорит, понимаю. Говорит, ну, там же, говорит, нас просят только один. Ну, почему всегда? Ну, да. И вот... Тройной запас прочности, да? Да, абсолютно. Безопасность. И вот, а папа сидит, знаете, впереди, они пришли всей семьей, и он сидит, не поворачивается, то есть, ну, вопрос... Ему стыдно? Нет, нет, ну, вот это же, ну, как, твой ребенок, ты любишь, ты же тоже из лучших побуждений этот тройной запас прочности готовишь. И потом у нас с папой начали спрятаться, говорят, слушайте, а мы тоже, по двое, ну, то есть, по нескольку вариантов. На всякие пожарные. На всякие пожарные, ну, чтобы ребенок был подготовлен. Ну, вот это так проявляются вещи поколенческие. А второй совет, это уже слушайте, что говорит другое поколение, слушайте объяснения. Вот, например, то, что мы делаем на семинарах, мы все время показываем. Вот смотрите, это не то, что вы подумали... Это еще принять надо научиться. Принять можно. Ну, то есть, когда у тебя, ты принимаешь, что ты можешь делать, действовать странно для других поколений, ну, вот как это, три варианта ответа для своего же ребенка. Ну, ты же знаешь, что ты так делаешь. Ну, просто мы на это не обращаем внимания, нам кажется, это нормально. И вот нам нужно, чтобы другое поколение нам, знаете, как подсветило и сказало, о, ты же можешь по-другому действовать. Но, с другой стороны, папа мог бы сказать, что я прошу тебе решить тремя вариантами, потому что потому-то. А папа, скорее всего, не говорил. Слушайте, я думаю, папа мог вполне говорить это тоже, но если в твои ценности твоего поколения не входит вот такой вот тройной запас прочности, то ты не будешь понимать. Тут еще надо убирать эффективные и неэффективные установки. Вот это нужно или не нужно делать каждый раз по три раза, да? Ну, смотрите, это ведь не про эффективные ценности, это не про эффективные или неэффективные установки. Это про модель действий, сценарий действий, который для тебя правильный. Он, знаете, как встроенный инмод такой. Ну да, у него другое встроено. А у него другое, и вот тебе нужно сделать, чтобы эти два устройства договорились. Вот, и поэтому, ну и вот принимать просто там, разговаривать и в этот момент не пытаться сказать, ну вот, когда ты понимаешь, договариваться. То есть, зная какие-то, например, тенденции, ошибки, что не доделывает поколение или, наоборот, переделывает, или что для него важно, мы все можем получше договориться. В общем, договариваться будем, друзья, 29 июня в сити-классе. А затем 19 июля. Это самая ранняя встреча. И потом уже 11 сентября приходите тоже в сити-класс и задавайте Евгении вопросы. Приходите всей семьей, да? У нас приходят по-разному. У нас приходят с друзьями, у нас приходят в одиночку, у нас приходят с семьей. Пару раз я там встречала людей, мне сдавали, меня узнавали родители, кто жил, например, подростков, видели на метро на выходе, или там где-то, говорили, о, доведете? Я брала, мы дружно все шли. Я рекомендую ходить разным поколениям, слушать про разные поколения, не только про себя. Но обязательно рекомендуйте. Но начать только с себя. Знаете, неважно. Вот я, например, хочу обратить внимание поколения Х, пожалуйста, ходите на семинары про себя. Мы очень сильное поколение, и мы, вот я говорила в начале слова, лажаемся. Мы лажаемся очень так. Спасибо, спасибо, спасибо за книгу. Спасибо вам огромное. Евгения Шамисов в гостях у Страны ФМ. До новых встреч, всего самого доброго. Очень интересно, безумно. И мне. Спасибо. Пусть все получается. Лучшие в стране. На телерадиоканале Страна ФМ.